Приветствую вас, я, Алякина Елена. 21 апреля я провожу онлайн-семинар «Отношения с мамой». И многие задают вопросы, «А зачем этот семинар? У нас и так есть отношения с мамой?» Спрашивают, может быть, его лучше было найти какое-то другое название, чтобы сказать, что это не отношения с мамой, какие-то последствия или какие-то проблемы отношений с мамой. Нет, это отношения с мамой. Почему? Потому что есть последствия каких-то конфликтов с мамой, есть какие-то сложные отношения, какие-то углы, острые отношения с мамой. Но почему они возникают? Вот в этом суть семинара, чтобы разобраться не просто поверхностно, а очень глубоко. Для этого желательно понять, а что такое мама. Когда мы говорим «мама», «мать», то представляем себе конкретного человека, его конкретный образ, и считаем, что отношения с мамой – это отношения вот с этой женщиной. Вот это вот и есть отношения с мамой. Нет, не совсем так. Отношения с мамой включают гораздо большее. Сама мама, понятие «мама» тоже гораздо более широкое понятие и определение. Это не только человек. Это огромная часть природы. Это огромная часть мировоззрения. И отношения с мамой – это отношения с самим собой. Это определенная полярность. Есть женское, есть мужское. Поэтому стоит разобраться. А что такое женское? А что такое женщина? А что такое мужчина? Ко мне очень часто приходят на коучинги, на консультации, на семинары, и мы начинаем разбирать, а почему не строятся отношения, или почему нет денег. Все думают, А то и мама, подумаешь ли, у нас же в основном делается акцент «деньги» – это мужское. А при чем здесь мама? Давайте представим себе, что у нас в руках есть чашка, кружка. И вы хотите кого-то угостить, напоить водой. Но ведь для того, чтобы напоить, чашечку-то нужно наполнить сначала. А вот за наполнение отвечают отношения с мамой. Вы хотите иметь много денег, вы хотите их тратить на что-то. Но чтобы тратить, нужно решить вопрос того, чтобы деньги-то к вам приходили. А это отношения с мамой. Вы хотите построить отношения женщины с мужчиной, или мужчины с женщиной. А если есть нарушение отношений с мамой, то возникают сложности в построении любых отношений. Не только с женщиной и мужчиной, но и с сотрудником, и с руководителем, и со своими подчиненными, и со своими клиентами, и со всеми возникают сложности в отношениях. Что же это такое? Мама. Мама, я уже сказала, это определенный взгляд на мир. И понять, где мы неправильно воспринимаем мир, мы можем решить через маму. Но возникает вопрос, у меня отличные отношения с мамой. Что мне с мамой решать? У меня просто прекрасная мама. У меня самая лучшая мама на свете. У меня у мамы никаких недостатков нет. У меня с мамой все отлично. Но здесь есть скрытые, невидимые вам проблемы отношений. Где? В чем? Отношения с мамой великолепные. А где-то не ладится. А почему? И вот на этом семинаре, онлайн-семинаре, я очень подробно расскажу о системе родовых отношений. Где? Какое место мама занимает в этой системе? Какую роль она играет? Как мама сама приходит тому, чтобы жизнь ее была гармоничной? Что такое мужская и женская энергия? Что такое травмы внутреннего ребенка? И как они сочетаются с отношениями с мамой? Откуда они берутся? Как их откорректировать? Как поменять отношения с мамой? Как привести их в гармоничное состояние, чтобы эти отношения не закрывали, а открыли вам поток жизненной энергии для здоровья, отношений, для творческого развития и для потока денег. И если вам созвучно и интересно, вы хотите этот вопрос решить, приходите на семинар. Если вы сможете решить отношения с мамой и отношения с папой, то вы решили все отношения и все вопросы в вашей жизни. Поэтому это очень большая часть, которая будет решена на семинаре. И могу вам сказать приятную новость. Стоимость семинара ниже стоимости обычной консультации. Но столько, сколько я даю на семинаре, на консультации я столько не даю. Так что буду рада видеть вас, буду рада поделиться с вами своими знаниями, дать на семинаре обратную связь и ответить на ваши вопросы. Так что добро пожаловать всем тем, кто желает решить эти вопросы на семинар. Ссылка на запись на семинар под видео. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok